Добрый день, дорогие братья и сестры! 21 ноября по новому стилю Церковь празднует Собор Архистратижи Божьей Михаила. Известно, что ангелы в переводе с греческого языка переводятся как вестники, вестники Божьи, передающие весть известия от самого Господа. И вот Архистратижи Божий Михаил – это архангел, который имеет руководство над всеми ангелами. По преданию он изверг падших ангелов вместе с самого Истаной с небес, когда те восстали, когда была война на небесах. Известно точно так же, что архангел Михаил появлялся и помогал тем угодникам Божьим, чтобы прославить силу и укрепить людей в вере. Было такое чудо рядом в местечке Хоне, называемом, где стоял собор, храм в честь Архистратижи Божьей Михаила. И явился он во сне некоему мужу, мужчине, язычнику, который имел дочь от рождения немую. «Возле этого храма протекал источник, и он сказал ему во сне, чтобы тот напоил дочь от целебного источника, протекающего вокруг его храма. На что тот так и сделал. Послушал Архистратижи Божьей Михаила, напоил дочь водой, и его дочь тотчас же начала разговаривать. «Такие чудеса Господь являет нам через ангелов, потому что мы недостойны и не можем видеть самого Господа. Поэтому Господь посылает угодников своих». Известно точно так же, что в том же месте очень много людей пришло к вере. Был там праведный мужчина, который подвязался в алтарничестве в Пономарстве порядка 60 лет. И очень много язычников привел к вере. Звали его Архип, служил он в этом храме. И вот язычники захотели избавиться от угодника Божия Архипа и избавиться от храма, как от святыни. Храм стоял у подножия горы, где с горы спускались два мощных потока воды, две реки. Язычники, объединившись, выкопали одно русло и направили воду на храм, для того, чтобы вода смыла этот храм. По молитве святого Архипа он очень усердно молился. Явился архистратик Михаил и в месте, где соединялись эти потоки воды, ударил своим копьем. Образовалась трещина, разлом в земле, хона так называемая. И вся эта вода устремилась туда. Тем самым он спас собор, церковь Архистратижа Божия Михаила от поругательства, от того, чтобы его смогли разрушить. 22 ноября по новому стилю церковь празднует и чествует икону, как именуемую Скоропошлушница. Икона написана была в IX веке в монастыре Дехиар на Афоне. Икона знаменита тем, что многие люди, приходящие к ней, просили об исцелении их, о падущих болезнях. Известна такая история, как некий монах с именем Нил, находящийся в том монастыре, где хранилась эта икона, ходил мимо иконы в трапезную с зажженной лучиной. И однажды, проходя мимо иконы, он услышал голос, голос необычной красоты, который сказал ему, не ходи возле лучины с этой иконой, потому что ты коптишь ее. Он не придал этому значению и делал то же самое несколько дней подряд. Но однажды, проходя мимо этой иконы, он ослеп и не знал, что с ним произошло. И тотчас же он упал, он вспомнил то, что ему было слышно голос. Он стал молиться перед иконой, стал просить, умолять, просить Божью Матерь о прощении. Божья Матерь, послушав его молитву, простила его. Простила она его и знаменовала это тем, что он опять обрел зрение. Он тотчас же побежал и рассказал братьям, что с ним случилось. Он сказал так же, чтобы икону назвали скоропослушницей, в честь того, что она действительно скоро услышала молитву и исполнила то прошение, которое он просил. 19 ноября Святая Церковь празднует память святителя Германа, архиепископа Казанского. В честь этого святого освящен один из пределов нашего храма, Воскресенского Германского собора. История жизни этого святителя началась в далеком XVI веке. Был он родом из города Старицы. Через небольшое время после смерти своего отца, святитель Герман уходит в монастырь, в Старицкий монастырь, где через небольшой промежуток времени становится игуменом. По преданию, святитель Герман постригал первого святейшего патриарха Московского и всей Руси Иова. Через некоторое время святители Германа призывают на собор для осуждения одного из раскольников того времени. Он прибыл на этот собор и по повелению и по решению этого собора был отправлен в Волоколамский монастырь для того, чтобы сопроводить этого узника туда на пребывание. Прибыв туда, он остался в Волоколамском монастыре казначеем. Через небольшой промежуток времени игумена этого монастыря Волоколамского, тогда игумена Гурия, призывают на кафедру города Казани. Его рукополагают в епископы и отправляют епископом казанским. А так как святитель Гурия и святитель Герман были уже знакомы на тот момент, святителя Германа пригласили туда же, в город Казань. Привыв на казанскую кафедру, святитель Гурия назначает Германа настоятелем Свияжского монастыря, основать в городе Свияжске новый мужской монастырь, который был им основан. После смерти святителя Гурия, святителем и архиереем города Казани избирается святитель Герман, архиепископ Казанский. Он пробыл на этой кафедре очень недолго, ибо ему было предложено жребий быть митрополитом московским. Но прибыв в Москву на собор, где его должны были избрать и назначить митрополитом, святитель Герман начал обличать, еще до вступления, до его назначения митрополитом, начал обличать тогдашнего нашего царя Иоанна Грозного. И за это обличение был впоследствии опричниками убит. Через небольшой промежуток времени, где-то в 20 лет, от его мощей стали происходить чудеса, и святая церковь прославила его в лике святых. Почитание этого святителя было настолько велико, что архиерей Казанский тогдашний попросил, чтобы мощи были перенесены в город Казань и положены в ограде Цвяжске, что и было сделано. По прошествии небольшого времени в город Симбирск в наш была прислана икона в благословение городу с частицей мощей-святителей Германа, архиепископа Казанского. На месте встречи этой иконы и был основан наш Воскресенско-германский собор. Такое масштабное и значимое для Ульяновской области мероприятие, как Народный собор, состоялось в канун празднования Дня Народного Единства. Идея Народного Единства сегодня приобретает опять, как никогда, очень актуальные и важные значения. Потому что она поддерживает нас в противостоянии с современным вызовом и угрозом. А у нас их, так же как и искушений, очень много. Народосбережения – настоящие и будущие регионов России. Такова тема 4-го областного Народного собора в Ульяновске. Проблемы демографии собрались обсудить представители власти, традиционных религий, национальных, культурных автономий, ученые, активисты, общественники, рабочие и молодежь. Митрополит Симбирский и новоспасский Иосиф в своем выступлении говорили о роли православия в формировании системы духовно-нравственных ценностей современного общества. Если мы говорим о теме демографии, то она напрямую зависит от духовного состояния общества. И вот здесь мы не можем не говорить о роли православной церкви. Потому что у нас в Ульяновской области 72% населения составляют русские. 77% населения отождествляют себя с православием. Значит, русская православная церковь имеет все возможности, а значит и должна участвовать в том, чтобы жизнь нашего народа становилась более духовной. Владыка Иосиф отметил, что для укрепления духовности в нашем народе необходимы конкретные дела, такие как возрождение порушенных и строительство новых монастырей и храмов. Ведь именно они являются образцом и очагами духовной жизни. Говорили участники собора и на тему традиционных семейных ценностей, и о том, как сделать многодетность нормой жизни нашего общества. Мы видим практику западных стран, где, в принципе, финансовое обеспечение не стоит, как задача номер один, проблем с этим никаких нет. Но рождаемости почему-то нет, и все совершенно наоборот. А ведь это показатель, наверное, все-таки духовно-нравственного, морального, культурного упадка, потери общегосударственного стержня. Поднимались на съезде и такие проблемы, как дети в интернете, аборты, влияние эгоцентрических западных ценностей на молодежь. В своих выступлениях участники мероприятия не единожды обращались к словам святейшего патриарха московского и всея Руси Кирилла, которые он адресовал 23-му Всемирному Русскому Народному Собору, прошедшему 18 октября в Москве. Четвертый областной народный собор в Ульяновске завершился принятием итоговой резолюции. Любое благое собрание во имя жизни, во имя именно здоровья нашего народа, оно подразумевает под собой принятие каких-то резолюций. И именно ориентация на эти резолюции дает для многих и политиков, и духовных лидеров, и простых людей именно ориентир на правильный путь в сторону света, а не отдаляясь от него. Наталья Шуплецова, Сергей Касьянов, Симбирская митрополия. Добрый день, дорогие братья и сестры. Наши зрители постоянно прислывают вопросы. И один из вопросов касается церковных колоколов. Он звучит так. Почему в церкви принято звонить в колокола в знаковые моменты? На праздники перед службой и по ее окончании? Что символизирует колокольный звон? Правда ли, что он изгоняет демонов? И если встать под колокола во время звона, то можно очистить душу, избавиться от грехов и болезней? Вопрос очень интересный. Церковные колокола в богослужебных книгах именуются компаны. Это название произошло от названия итальянской провинции компания, из которой на Русь пришли первые колокола. И уже с 15-16 веков церковь на Руси обрела свой голос. Колокола воздвигались на колокольнях и были разных видов. Большие колокола, они назывались благовестники, достигали 100-120 и более пудов весом. Они были очень тяжелые, и звук их раздавался на большое расстояние. При царе Алексею Михайловичу уже создан самый большой колокол, предвестник нынешнего царя колокола, который находится на Красной площади в Кремле. В церковном уставе есть указания по поводу церковного звона. Большими колоколами сложится благовест. Это такое церковное приветствие перед началом богослужения, перед началом литургии и перед началом всеночного бдения, когда большим колоколом, мерными ударами церковь возвещает о начале богослужения. Также этим колоколом благовестом им возвещаются основные и важные места богослужения. Например, на утренней благовестом обозначается начало чтения Евангелия. Или на божественной литургии благовестом также обозначается начало причастия святых христовых тела и крови. Кроме благовеста есть и другие колокола и другие виды звонов. Это трезвон или перезвон. Звон в несколько колоколов. Трезвон несколько раз по три удара в несколько колоколов. Есть еще двузвон, которые по два удара. А перезвон – это такой звон, которым каждый колокол по одному колоколу друг за другом издает несколько мерных ударов. От верхнего к нижнему звуку или от нижнего к верхнему. Есть еще такой траурный перебор колоколов, когда с верхнего до нижнего звука каждый колокол ударяет по одному разу. И этот звон символизирует собою движение человеческой жизни от рождения человека к его взрослению и окончанию. Последним ударом самого большого колокола символизируется окончание человеческой жизни и прихождение души из времени в вечность. Многие люди говорят, что колокольный звон благотворно влияет на душевное состояние и даже на состояние здоровья. Некоторые стараются прийти и встать под большой колокол, чтобы эти низкие и мощные колебания воздуха привели в трепет все их не только душевное, но и телесное естество. И этим трепетом оживили в людях их душевные и телесные силы. Многие люди говорят о том, что это их на самом деле оживляет, приносит им здоровье, силы, бодрость и духовную гармонию. В церкви нет такого учения о целительном значении и действии церковных колоколов, но есть учение о том, что колокольный звон – это есть голос церкви. Когда большевики пытались организовать гонения на церковь и закрыть все церкви, то одним из первых адресатов их гонения, одной из первых целей их гонения были церковные колокола. У колоколов прежде всего отрывали языки, лишая церковь ее голоса. А потом колокола сбрасывали с колоколин, пытались их разбить и тем самым лишить церковь возможности далеко разносить благую весть о спасительной миссии Христовой, о том, что в церкви по-прежнему служится божественная литургия и люди собираются на молитву. К счастью, это гонение не принесло своих результатов, и опустевшие колокольни после прекращения советских большевистских гонений, они вновь приобрели свои колокола и вновь получили ясный, звонкий голос церкви, который призывает нас на молитву, оживляет нас душевные силы и дает возвышенное состояние духа, направляемое к небесам. Добрый день, дорогие братья и сестры. Сегодня мы с вами рассмотрим вопрос о том, для чего Православная Церковь освящает иконы. Многие спрашивают, для чего освящать икону. Икону мы освящаем для того, чтобы не придать ей какую-то особенную благодать Божию, а для того, чтобы удостовериться в ее правильности написания. Сама по себе икона, лик Божий, угодников Божиих уже несет благодать. Но освящая икону, мы просим, чтобы люди, которые молились пред этой иконой, получали помощь и заступление у того или иного угодника Божия. Ведь церкви освящают не только иконы, освящают также жилища и другие разные вещи. Поэтому канонически мы ничего не нарушаем. И просим о призвании Святаго Духа, чтобы он действительно укреплял людей в вере, молившимся перед данным образом. Слово «фанатик» происходит от греческого слова «фанатас», то есть «дух». И вроде бы это слово должно нести положительное значение для понимания современного человека. Однако нет. Это слово на протяжении многих лет является отрицательным названием человека, который совершает бездумные поступки во имя веры. Поступки, которые выходят за рамки человеческого понимания, выходят за рамки обыденной логики и выходят за рамки, порою предписанной ему, этому человеку, религиозной мотивации. Что можно сказать об этом? Ну, хотелось бы сказать для начала о хорошем фанатизме. Сейчас, в наше время, в 21 веке, многие события, которыми прославлена священная история христианства, они кажутся непонятными. Они кажутся провокационными. Приведу вам простой пример. Вот слова Христа Спасителя о том, что не может быть достоин его, нашего Господа, человек, который не отвержится себя и не возьмет креста своего и не пойдет вслед за ним. И далее, кто любит отца своего или мать свою, и далее перечисляются другие, не с меня достоин, то есть не достоин меня. И многие христианские святые, последовав этим словам буквально, оставляли семью, оставляли близких людей, оставляли свои социальные обязанности и уходили в пустыню для спасения собственной души. Достаточно взять известный пример Алексея Человека Божия, святого, который, проживая в Римской империи, в столице Рима, в Риме, бросил после свадьбы свою молодую жену, исчез надолго из родного дома, а потом, когда он явился туда неузданный, то прожил несколько десятилетий под лестницей, созерцая страдания своих родителей и своей бывшей невесты. И побираясь милостыней, и он исполнил заввиде Божией. Но для современного человека понятие о заввиде Божией очень часто подменяется понятием о неправильном поведении. Вот здесь есть большая разница, если человек в те годы, в годы античности, средневековья, даже, может быть, частично нового времени, как, скажем, Блаженная Ксения, которая бросила социальную деятельность и ушла ходить в мужском платье по Петербургу. Или Блаженный Андрей, гробница которого мы здесь видим, человек, который подразумевается нами разумным, берет на себя личину сумасшедшего и ходит всю жизнь по городу в рубашке днем и ночью, и в зиму, и в холод, и в дождь, и в град. Он ходит по городу и совершает как будто бы непонятные поступки. Что это? Фанатизм это? В хорошем смысле слова это фанатизм. И за этот фанатизм Блаженный Андрей прославлен нами. И мы видим силу Божию, которая через него изливалась, и которая продолжает изливаться на каждого из нас. Мы приходим к его честным мощам, этого больного человека, умершего на голой земле. Который не имел где голову предклонить и осознанно всю жизнь пробродил по городу в ветхой одежде. Тем не менее мы этот фанатизм принимаем за благо. Но то, что возможно для истинно верующего, порой бывает провокацией для человека неразумного, человека неготового к подобного рода действиям, осознанным во имя Божье. И тогда человек начинает действовать во имя себя, реализуя себя, как он считает, в службе Богу. И такой человек становится врагом не только себя, но и общества. Такой человек начинает насильственно внушать то понимание религии, которое он имеет. Этот человек начинает проповедовать агрессивно, начинает приставать к людям, навязывая им свое миросозерцание, религиозное или может быть даже не религиозное, потому что ведь есть фанатики атеизма. Это мы видим вокруг себя постоянно, особенно в последнее время, когда не просто не хотят строить храм в этом месте, а люди принципиально не хотят строить храм. Мы видим даже на примере нашего города, когда человеку ясно говорят протестующему, что не будет сноса деревьев, не будет никаких проблем, пересадят, построят, посадят новые, сделают облагораживание территории, все будет прекрасно. Нет, такой человек, протестант, он выступает против всего, когда ему говорят, ну покажите 54 дерева. Говорит, ну где здесь 54 дерева? Ну просто покажите, вот мы здесь находимся. Когда ему священник говорит, и он говорит, нет, я говорю, что 54, значит 54, а не 7. Ну вот вам фанатизм. Значит, оказывается, фанатизм бывает не только религиозный, он бывает антирелигиозный. И в этом смысле действие духа, духа человеческого, духа противления, оно обязательно должно быть введено в рамки закона. Ибо не случайно Господь даровал закон, закон как критерий правильности поступков человеческих. И ведь из закона религиозного постепенно возникли законы светские. Это, в общем, признавало и марксист к ленинской мировоззрении. Марксист к ленинской трактовке истории, исторический материализм. Потому что сперва появляются религиозные верования по учению марксизма, а потом появляется стратификация общества. И только потом появляется развитие первоначальных классов. Так же и здесь мы с вами обязательно увидим, если человек готов нести свое мировоззрение насильственно, он становится фанатиком в отрицательном смысле слова. Хотелось бы, чтобы таких фанатиков было как можно меньше. Чтобы мы сталкивались с фанатизмом в лучшем его значении, в значении одухотворенности. Ведь обратите внимание, слово фанатизм имеет негативный оттенок. Слово одухотворенность имеет положительный оттенок. Вот хотелось бы, чтобы мы жили не фанатиками, а одухотворенными людьми. Чтобы дух, действующий у нас, в каждом из нас, и верующих, и неверующих. Если это верующий человек, чтобы этот дух нес всякую правду через этих людей. Чтобы верующие люди были свидетельством истинности своей религии. А человек искусства, человек науки, человек общественного деяния. Чтобы этот человек мог показать свою одухотворенность через свои дела добрые на пользу общества. Вот что необходимо. На самом деле, говоря о этих словах, мы должны понимать, что эта фраза не целиковая. Это лишь ее окончание. В самом деле, в тот момент, когда эта фраза была произнесена Господом, говорилось это непосредственно о молитве. Ты же, помолившись, решивший помолиться, войди в комнату твою, закрой дверь твою. И, помолившись Отцу твоему, который есть в тайне, воздаст тебе явно. О чем говорится? Говорится о том, чтобы молитва не была прилюдной. Чтобы молитва не была лицемерной. Потому что, на самом деле, лицемерие и праведность, между ними, очень тонкая грань. Грань, которой очень легко перейти. Которая, на самом деле, чистая, сердечная молитва, может превратиться в элементарное лицемерие. Когда человек уже не Богу воздает, но воздает ближним. Воздает ради славы, раздает ради своей гордости. Поэтому, понимая такую тонкую психику человека, Господь дает такую рекомендацию, чтобы человек служил не ближним, но, во-первых, Господу. И который есть в тайне. Ведь, действительно, Господь, который, мы знаем, пребывает с нами. Он пребывает всегда с верующими и неверующими. Не спосылает дождь как на праведников, так и на грешников. Не пребывает с нами явно, как мы привыкли видеть весь этот чувственный эмпирический мир. Но, тем не менее, который пребывает в неведении нашим, и мы воздаем ему также в этом неведении. Воздаем в тайне. Субтитры создавал DimaTorzok